так друзья всем привет сегодня вы на канале нтк 21 и с вами я папа накормит и сегодня мы будем готовить новогоднее крутое блюдо свинина в апельсинах будет вкусно бомбически и так для начала у нас есть вот такой большой шикарный кусочек свинины посмотреть какие прослойки жира замечательный кусочек выбирали моего долго все для вас ребята все для вас у нас есть вкусные крутые помидоры у нас есть хороший ялтинский лук замечательно приступаем к работе лучок разрезаем напополам отделяем лишнее которое нам не нужно отделили и будем нарезать этот лучок перьями то есть перьями рассказываю как резать перьями вот так вот если мы будем резать это полукольца а вот так если мы будем резать это перьями все поехали режем лук должен нам отдать весь свой вкус и аромат лук ялтинский он сладкий а нам здесь нужно именно свинине сладость потому что свинина в апельсинах и со сладким луком раскрывает свой великолепный вкус и аромат у нас есть желтые помидоры здесь мельчить не надо помидорки мы будем резать напополам вот таким вот образом и так помидорки у нас нарезаны в принципе мы можем уже брать противень для начала у нас есть лучок лучок вот так вот укладываем сюда на противень аккуратненько распределяем но не весь потом также с краев мы добавляем помидорки у нас есть такая замечательная пряность как имбирь то есть корень имбиря свинина она любит все это дело имбирь конечно больше используется в азиатской кухне китайской корейской японской готовят его по-разному здесь мы хотим придать остроту пикантный вкус свинии наши не забывайте да что имбирь это пряность и пряность достаточно сильная поэтому не надо мельчить то есть никогда не отступайтесь от этого рецепта то есть как я то есть берем ножичком и вот таким вот образом нарезаем вот такими кусочками все имбирь порезали сейчас у нас на подходе апельсины у нас здесь есть 4 апельсина 2 нам понадобится для того чтобы использовать из них мякоть чтобы было сочно вкусно свинине а 2 мы используем как крышечку для нашей свинины вот таким вот образом мы срезаем шкуру с наших апельсинов не должно оставаться вот этого белого вещества называется альбедо она дает горечь то есть даже сразу вот вам такой небольшой лайфхак то есть если вы используете апельсины в приготовлении не знаю там может быть какие-то блюда супы настойки даже вполне вероятно никогда не используйте вот это альбедо если используете цедру апельсина только вот эту желтую часть и так апельсины мы подготовили сейчас мы их нарежем тоже вот таким вот образом произвольно так вот прям такими а даже оставим зачем нам мельчить у нас такой кусок свинины хорошим будем мельчить нет уж мы тут не будем мельчить суть какая апельсины они дадут свой сок свинина тоже даст свой сок лук соответственно да то есть понятное дело все потеряет грубо говоря свой объем и апельсины тоже поэтому мы их нарежем покрупнее потому что потому что они нам еще понадобятся вот он наш противень апельсинчики мы также таким вот образом аккуратненько выкладываем эти как у нас четко два апельсина подошли под нашу форму и под наш великолепный кусочек мяса теперь нам нужно совершить манипуляцию с мясом сейчас нам понадобится масло оливковое конечно плита и конечно наше мясо плиту включаем максимальный огонь ребята максимальный почему максимальный потому что свинину прежде чем нам отправить в духовой шкаф на мои нужно зажарить нам нужна корочка нам нужна румяная корочка но потому что так неинтересно ну что мы свинину просто положим она у нас запечется даст свой сок да она даст аромат но она просто будет как вареная а мы-то хотим вкусную жареную с колеров сразу наливаем небольшое количество оливкового масла свинина у нас здесь присутствуют да у нас жировые прослойки все это вы видите да жировые прослойки но недостаточно жировые то есть для этого блюда вы можете также взять грудинку грудинку но чтобы там было большое количество мяса то есть чтоб сало было поменьше мясо было побольше все ребят сейчас будем свининку жарить берем бумажные полотенце или салфеточки нам нужно убрать максимальное количество влаги с нее у нас над принципе так не влажно но мы немножечко еще под уберем эту влагу чтобы у нас вода не мешала созданию именно вот этой коричневой крутой корочки так поехали свинину прям куском вот таким сковороду так свининка все у нас здесь мы ее подсолим он прям вот так вот сдобрим пусть сыпется соль конечно же черный молотый перец отлично и обжаривать мы ее будем ребята минут наверно 5 с одной стороны потом перевернем минут пять с другой стороны потом с бачков потом с тыльной стороны у нас все должно быть зажарено все должно быть красивое все должно быть аккуратно и классная потому что это же свинина в апельсина друзья посмотрите какая корочка это шикарно это шикарно вот она твердая запеченная весь сок свинины сохранится в этом куске мяса это сама суть вот этой вот зажарки придание вот этой корочки для мяса потому что сочность останется вся внутри и когда вы будете это кушать когда вы это будете нарезать с нее будет течь сок я не знаю но это просто шедерально это бесподобно это очень вкусно бомбически классно все в принципе огонь можно убавлять мясо уже у нас поджарилась мы его оставляем доходить берем наш противень все у нас здесь присутствует овощи помните да все апельсины помидоры лук берем наш замечательный кусочек мяса вот так смотрите он запекся со всех сторон со всех в круг сока из него вытащить минимально и продолжаем наши манипуляции то сейчас нам нужно вот так вот помидорочки мы ложим с краев овощей апельсинов лука здесь должно быть максимально больше то есть здесь не жалейте насколько у вас позволяет противень глубокая посуда до в которой могут вы будете запекать настолько и берите овощей то есть чем больше тем лучше мясо любит сочность мясо любит все вот эти пряности поэтому и так наш имбирь мы его добавляем вот таким вот образом тоже в круг добавили немножко прямо так вот наверх совсем чуть-чуть все я думаю этого будет достаточно лучок с краев пошел лучок вкусный замечательный очень сладкий кстати рекомендую ребят если хотите готовить такие блюда или использовать лук в салатах именно свежий лук не пассерованный не зажаренный я рекомендую брать именно ялтинский ну либо шалот потому что в нем преобладает меньше горечи чем в простом репчатом луке больше сладких ноток поэтому я советую выбирать лучок такой так блюдо у нас практически практически готова к отправке в наш духовой шкаф теперь мы берем наши апельсины и смотрите что мы делаем вот эту сторону мы отрезаем на нам не нужно мы отбросим и начинаем нарезать тоненькими колечками сейчас мы будем из этих апельсинов делать так называемую крышку если вы хотите запеченное мясо крышку долой ребята крышку долой никакой фольги никакой крышки никакого рукава все естественно вот таким вот образом берем нашу емкость поехали все мясо пора в духовку ему нужно запекаться поехали мы его убираем предварительно на час температура 200 градусов так друзья мяско то мы жарим точнее не жарим и запекаем свинина в апельсинах великолепное блюдо но наш русский брат русский человек любит всегда чтобы было так по калорийнее получше поэтому здесь мы дополним наше мясо картошечкой но картошечка у нас будет непростая мы еще сотворим до полуготовности приправим одной приправы а может быть и двумя увидите позже чтобы не переключались и подадим очень вкусно и классно поэтому сейчас картошечка у нас уже почищена мы и укладываем водичку таким вот образом все уложили ставим на плиту сразу подсаливаем подсолили и начинаем варить все ребята наша свинина в апельсинах подошла своему логическому завершению мы дополняем ее картофелем на сковородочку кусочек сливочного масла картошечка у нас сварилась мы ее в процессе варки уже посолили сейчас маслица у нас растает мы немножко поможем вот такими вот нехитрыми движениями мы аккуратно в этом маслице выкладываем нашу картошечку картошечка у нас сваренная но сварена она у нас чуть чуть больше чем до полуготовности совсем немножко так вот аккуратно картошка здесь мы в нее кстати не раскрыл секрет мы в нее добавим немножко паприки здесь она подчеркнет очень хорошо вкус и дополнит вкус нашего прекрасного кусочка мяса свинины в апельсинах которая уже практически подошло скоро мы его будем доставать смотреть на эту красоту и радоваться просто невероятно все у нас получается очень шикарно здесь сразу мы не думаем ни о чем паприку берем копченая молотая паприка очень вкусная приправа если вы заметили по моему блогу и видео которые уже вышли эфиры да здесь на передаче папа накормит вы заметили да что я практически постоянные везде добавляет этот ингредиент на самом деле он очень универсальный очень хорошо раскрывается везде но с ним главное не переборщить то есть если вы допустим что-то запекаете или что-то долго томите или жарите ее нужно добавлять самом конце чтобы она раскрыла свой вкус иначе если вы переживете она даст горечь вот она наша ребята свинина готовая посмотрите что произошло с нашими апельсинами они просто у вас поджарились то конечно мне нужны они нам служили просто вкусной и классной крышечкой так все ребятки апельсины нам вот эти сверху не нужны они выполнили свою роль отдали весь свой вкус и аромат посмотрите они не сгорели снизу мясо они горечь никакую не дали они просто подпеклись сверху и все отдали нашему нежнейшему крутому вкусному ароматному куску свинины мясо надо немножко отдохнуть сразу его доставать не надо отсюда то есть достали противень мяско лежит все отдыхает отдохнуть оно должно в течение пяти минут потом его нужно будет перевернуть то есть здесь у нас получается она немножко крышечка суховатая но внутри поверьте мне она очень сочно мы и просто перевернем вот это вот вот этот верх в соусе за пять минут напитается всеми соками его достанем будем разрезать картошечка у нас дошла принципе сейчас мы уже будем подавать наше коронное новогоднее блюдо свинина в апельсинах мяско у нас остыла ну как остыла еще горячая но пропиталась уже всеми соками то есть кому не нравится вот этот лук вы можете убрать сюда и мы начинаем с ним работать все блин так щипцами аккуратно режем смотрите разрез мясо просто сочно невероятная сочность все пропеклось никаких кровоподтеков нет вся кровь свернулась это замечательно то есть значит что все у нас получилось вкладываем наше мясо вот таким вот образом сюда берем картошечку пошла картошечка дополнять наше мясо ну и конечно же немножко зелени не надо с ней ничего делать резать ее и тому подобное у нас петрушка немного зеленого лучка что мясо не закрывать можем звук все друзья коронное блюдо на новый год свинина в апельсинах с картофелем обжаренным на сливочном масле с копченой паприкой и зеленью это невероятное блюдо очень вкусная просто бомбическая будет главным блюдом на вашем новогоднем столе всех ребята с наступающим следите за нашим каналом нтк 21 соц сети реабир instagram папа накормит никита сиземов instagram также youtube каналы все смотрите следите будет много крутых рецептов все всем пока пока